Ярослав Башко с нами на связи, глава Центра политических исследований «Доктрина» с нами на связи. Ярослав, здравствуйте, рада вам в эфире «Фридом». Здравствуйте. Меняет ли Украина российские планы в контексте нарративной политической составляющей, вот этими визитами господина Кулеба в том числе, планы Российской Федерации, которые у нее есть на африканском континенте? Ну, это в первую очередь, скажем так, история даже не про нарративную составляющую, а про формирование определенного ландшафта для создания контактов. То есть Украина должна где-то посеять, чтобы потом где-то взошло. И во многом для нас важна сейчас даже не столько и не только нарративная составляющая, сколько присутствие физическое, то есть присутствие определенных специалистов, присутствие посольств и присутствие представительства Украины, различных, возможно, потенциально даже экономических акторов из Украины, и присутствие в Африке. Ну и, безусловно, Россия понимает важность африканского континента и сама там в какой-то мере формирует прокси-войну. То есть через региональные различные структуры, которые антизападного направления, она пытается закрепиться. В Африке понимая, что если не Запад, то у них не так много вариантов, это либо Россия, либо Китай, и сама Россия в какой-то мере идет в фарватере Китая за ним. Поэтому тут существует гораздо более комплексный подход. То есть это уже не просто противостояние России и Украины в Африке, это противостояние Запада и авторитарного блока в Африке, в котором Украина однозначно выступает на стороне Запада и на стороне демократических сил в Африке. Россия, в свою очередь, пытается не допустить сохранения какого-то влияния демократических сил и Запада в Африке. Соответственно, она проводит череду вот этих вот различных переворотов по смене режимов, поддерживая какие-то их унты местные, поддерживая какие-то вооруженные организации в Африке, которые могут сформировать, ну уж таки, сформировать в той или иной степени вот эту нужную для России конфигурацию, перекрытие, по сути, континента поперек. То есть то, как об этом говорил представитель МИД в комментариях РБК. Ярослав, что важно также уточнить, российские возможности на территории африканского континента выглядят неограниченными в целом. В реальности так и есть? Есть возможность влиять на любую страну континента у России? Нет, и на самом деле Россия использует свой ключевый инструмент. Это присутствие военных специалистов, чувакашников. Далеко не все страны Африки, во-первых, являются настолько социальными, политически нестабильными, что у них так легко провести госперевороты. Поэтому на самом деле Россия пытается вклиниваться в какие-то довольно специфичные ситуации, которые возникают не так часто. Поддерживать те или иные силы во внутренних конфликтах в Африке, как правило, ориентированные против Запада. Но это все-таки не та ситуация, которая России полностью создана. Она пытается адаптировать свои возможности под конкретный политический ландшафт той или иной страны. То есть поддержать какую-то группу оружием, отправить туда военных специалистов. Не во всех случаях это возможно. В первую очередь главная проблема — это то, что множество стран Африки не имеют до сих пор довольно стабильных институтов государственности. Многие из них являются довольно кризисными. И вот там наиболее вероятны и перевороты, и усиление сепаратизма, и какие-то гражданские войны, и вторжение соседей. Вот в этих всех кризисных ситуациях Россия на самом деле чувствует себя более комфортно. С более сильными государствами Африки она вынуждена предлагать им исключительно прагматику. То есть какую-то торговлю энергоносителями, какую-то, возможно, торговлю в том числе продовольствием. И у нее нету таких в данный момент геополитических ресурсов, чтобы полностью контролировать потенциально африканский континент. Но у нее существуют определенные военные ресурсы для создания точек нестабильности, которые потом можно взаимоконвертировать. То есть сформировать из них что-то геополитически значимое. Вот этот пояс, перекрытие Африки, в том числе это что-то подобное. Виктор Кулеба был в Малавии, Замбии, Маврикии. Что это за страны и, в принципе, страны, континенты Африки? Как они воспринимают Украину? Есть ли, возможно, до сих пор некое понимание, что Россия, Украина – это нечто целое? Впоследствии тоже политики Советского Союза, возможно, и политики сейчас Российской Федерации, которая ведет, конечно же, распространяя дезинформацию. Касательно этого, как Украина воспринимает эти страны, поскольку Дмитрий Кулеб обозначил, какие интересы ищет Украина, какие взаимоотношения ищет Украина с этими странами, он определил, что в первую очередь это укрепление глобальной поддержки нашего государства, его инициатив, в частности, формулы мира, голосование в Генеральной Ассамблее ООН. А что тогда Украина может этим странам предложить? Это, конечно, через их восприятие нашей страны. Ну, касаемо поддержки Украины, да, и отделяют ли они Россию от Украины, здесь как раз, например, в Африкии довольно хороший показатель, потому что это страна, которая наиболее активно, среди стран Африки наиболее активно голосует за различные проукраинские инициативы в ООН. То есть, как минимум, мы понимаем, что ряд государств Африки довольно неплохо понимают специфику, да, кроме всего, все указанные страны в той или иной степени можно назвать ориентированными на Запад, на демократический мир, поэтому у них существует такой определенный тоже, опять же, лоялизм к украинскому вопросу. Кроме всего прочего, да, зачем были нужны эти визиты и что это им дает? Тут, во-первых, вопрос об инвестициях взаимных, да, и о том, что, например, предприниматели из Украины могут работать теперь в некоторых из этих стран, в том числе, насколько помню, Маврикия, избегая двойного налогообложения, то есть выбирая налоговую ставку той страны, которая им более выгодна либо Украина, либо Маврикия, да, что уже действует в Украине, там, относительно, например, европейских компаний, то есть это усиление экономического сотрудничества, усиление возможности обмена трудовыми ресурсами, кроме всего прочего, это еще и потенциал для того, чтобы расширять экспорт украинского продовольства, да, потому что все государства Африки в той или иной степени это государства с быстрорастущим населением, и они требуют, опять же, продовольственных ресурсов, потому что в тех условиях довольно рискового земледелия, которое существует в Африке, есть очень большие проблемы с тем, что без внешней помощи африканским странам бывает очень тяжело пройти голод, пройти какие-то кризисные моменты. Ну и здесь, безусловно, важный момент, что нападение России на Украину, оно существенно пошатнуло глобальную продовольственную безопасность, то есть оно поставило, опять же, под вопрос судоходность в Черном море, возможность транспортировать это все зерно, и потенциально многие страны Африки уже это понимают, да, то есть это уже звучало неоднократно в их декларациях, в их политических заявлениях. Ярослав, помните, господин Сурков, некогда человек приближенный довольно к Владимиру Путину, мягко говоря, человек, который придумал эту концепцию так называемой Новороссии, в одном из интервью говорил о том, что один из главных продуктов в целом России – это экспорт хаоса. Причем не стесняясь, да, говорил об этом, абсолютно открыто заверяя вот своего собеседника. Украина, по вашему мнению, в контексте, вот Африки, если Россия экспортирует хаос на территорию континента, введет частные военные компании разного типа, от вагнеров до других представителей бандитской структуры из Российской Федерации, может ли Украина экспортировать на территорию Африки безопасность, к примеру? Каким-то образом помогать? Я сейчас не имею в виду Мали, возможное участие ГУРМО там, возможно, никто не может подтвердить. В целом, предоставление вооружения, предоставление другой какой-то помощи, безопасности для государств, которые потерпают от российского хаоса, который экспортировал государств террористов? Возможно, но, опять же, для этого нужны определенные высвобожденные ресурсы. То есть в перспективе окончания войны будет стоять очень большой вопрос касаемо международного, во-первых, представительства Украины и усиления украинского голоса во всем мире потенциально. И второй — это вопрос трудоустройства военных, потому что армия мирного времени точно будет сокращена относительно армии военного времени. Это однозначно. Уже сейчас, как мы знаем, подан законопроект о международных оборонных компаниях, то есть об украинских частных военных компаниях. Поэтому существует довольно большая вероятность, что Украина сможет и дальше отправлять в Африку определенные контингенты, как миротворческие, так и на какой-то коммерческой основе. В этом смысле Украина давно является пионером, потому что там украинские контингенты находились и в Сьерра-Леоне, и в Либерии, и в Конго, и в различных других частях Африки. То есть есть определенный, всегда был у украинских военных, на самом деле определенный запрос на участие в таких операциях, потому что, с одной стороны, это престижно, а с другой стороны, это всегда хорошо оплачивалось. Это всегда было довольно выгодно для украинских военнослужащих. Поэтому есть шанс, опять же, такой, что Украина после войны будет использовать часть своих военных ресурсов в африканских странах. Естественно, с непосредственного согласия с государствами, которым могут потребоваться эти силы безопасности или, опять же, какие-то там специалисты. Например, пилоты вертолетов украинские массово в Африке работали еще до полномасштабного вторжения. Многие из них, конечно же, вернулись в Украину потом, после начала вторжения, чтобы воевать. Но так или иначе, такая тенденция всегда наблюдалась, и после войны она, очевидно, может только расшириться. Я хотела еще также уточнить касательно того, что Малини и Герда объявили о расторжении дипломатических отношений с Украиной и анонсировали даже обращение в САБИЗООН в связи с так называемой агрессией Украины. Ну и, в свою очередь, Украинский центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности поясняет, что такое решение и заявление правительству упомянутых стран ничем не обоснованы и приняты под давлением Кремля. Как вы видите, действительно ли под давлением Кремля, и что может повлиять на изменение решения? Вот как далее Украине работать с этими странами? Как налаживать отношения? Ну, во-первых, в отношении государств, которые входят в эту условную конфедерацию, то есть Нигер-Мали и Буркина-Фасо, мы должны понимать, что для нас в какой-то мере эти страны пока потеряны, потому что там у власти пророссийские правительства. То есть там всё понятно и каких-то жёстких исключений быть не может. И если мы должны понимать, что, например, в отличие от ЮАР, где в какой-то мере правительство может иметь связи с Россией и высказывать какие-то положительные сентенции иногда, то здесь ситуация гораздо более глубокая. То есть тут Россия помогала приходить к власти этим хунтам, и они физически в том числе зависят от российского вооружения, присутствия российских военных специалистов. Поэтому для нас пока, наверное, стоит всё-таки сконцентрироваться на других странах региона, ну и на вот таких вот историях, как с Туарегами, потому что мы должны не забывать, что Африка — это не только страны, но и народы. И множество народов Африки считают прочерченные в эпоху колонизации границей между государствами, там очень несправедливыми, потому что они часто не отображают этническую реальность региона, и там один народ может жить сразу в четырёх государствах, в то время как в другом государстве живёт шесть народов крупных одновременно, и ещё двадцать пять малых. Вот такая сложная ситуация, она на самом деле провоцирует в том числе конфликтность в Африке. Как нам дальше действовать? Во-первых, нужно уже существенно наращивать какой-то второй эшелон наших визитов. Помимо дипломатии мы должны дальше подтягивать им конкретных людей, из экономики, из бизнеса, которые будут делать взаимовыгодные предложения, и, возможно, подтягивать таких же африканских бизнесменов сюда, потому что большое количество возможностей просто нашими двумя сторонами, оно не учтено, потому что мы мало о них знаем, как таковое. Конечно. Ярослав, спасибо вам огромное за участие в нашем эфире, всегда вам рады вашему анализу в эфире «Фридом». Ярослав Башко, напомню, был с нами на связи глава Центра политических исследований «Доктрина». Если в вашей стране заблокирован доступ к видеосервисам, в том числе YouTube, прямой эфир телеканала «Фридом» круглосуточно доступен на нашем сайте – uatv.ua. Чтобы получить доступ к нему через VPN, введите в поисковой строке вашего браузера «Скачать VPN» и установите приложение согласно инструкции. Таким образом вы получите доступ к открытому просмотру эфира нашего телеканала. Также на сайте Freedom самая оперативная и объективная информация в открытом доступе.